СССР. Государственное образование, созданное 30 декабря 1922 года и просуществовавшее полных 68 лет. Практически это жизнь человека, поэтому даже те, кто помнит времена СССР, могут не знать некоторых фактов, связанных с той жизнью. По факту? Почти все видели на прилавках супермаркетов бутылки с этикеткой «Советское шампанское». СССР давно нет, а вот бренд сохранился. Бытует легенда, что этот продукт, как альтернатива знаменитым французским сортам игристого вина, наподобие Мадам Клико, был задуман самим Сталином, накануне победы в Великой Отечественной войне. На самом деле это правда только наполовину. Идея производства в СССР шампанских вин действительно принадлежит Сталину, но первая бутылка советского шампанского сошла с конвейера значительно раньше, в 1937 году. Именно тогда Донский завод шампанских вин запустил французскую линию фирмы Шасселье. Со Сталином связана еще одна история. Она относится к теперь уже раритетному продукту советского автопрома автомобилю Победа. Дело в том, что когда машина еще находилась в стадии разработки, ей решили дать имя Родина. Когда это доложили генералиссимусу, он задал иронический вопрос. Ну и почем у нас будет Родина? После этого название автомобиля изменили на знакомая нам Победа. Если говорить о брендах, перешедших в наше время, можно также вспомнить и кильку в томате. Советские люди в шутку называли эту консерву «братская могила». Ведь согласно правилам качества ГОСТ, в банку плотно укладывалась целая рыбка. Плотно лежащие рыбы должны были занимать не менее 90% объема банки. А остальное пространство заливалось томатным соусом. Тем не менее, килька в томате пользовалась широкой популярностью у простого народа. Ввиду того, что другие рыбные консервы ему были труднодоступны. Да и цена 33 копейки говорит сама за себя. Воистину легендарным брендом стал копеечный по цене и довольно сносный по качеству плавленый сырок «Дружба». В СССР выпускали целых три сорта плавленых сырков «Волна», «Лето» и «Дружба». Но именно последний почему-то пользовался особой популярностью и уважением советского народа. Промышленность СССР не баловала трудовой народ разнообразием. Иногда это приводило к казусам. Например, название резиновых тапочек «Сланцы» произошло от того, что завод «Полимер», который занимался их выпуском, находился в городе Сланце Ленинградской области. И на подошве тапочек во время производства выдавливали слово «Сланцы». А незадачливый советский покупатель решил, что это название обуви. Однажды дело дошло до того, что миллионы граждан, начиная с 1966 года, выжелали назвать своих дочерей «Аленками». Не «Еленами», не «Аленами», а именно «Аленками». Пришлось даже выдавать специальное распоряжение, которое запрещало ЗАГСам вносить в документы имена в уменьшительно ласкательной форме. Старожила, наверное, уже догадались, что речь идет о молочном шоколаде фабрики «Красный Октябрь» с названием «Аленка» и при милой девчушке на обертке. В 30-х годах предполагалось, что докторская колбаса будет диетической. Отсюда и название «Докторская». В состав колбасы входили лучшие сорта говядины и свинины, яйца, сухое молоко и минимум специй. Но со временем идеальный вкус докторской изменился, она начала отдавать рыбой. Это объяснялось тем, что рыбу и рыбные отходы стали добавлять в комби-корм. А через 40 лет после первого выпуска докторской у нее появился бумажный привкус. Уж не из-за этого ли пошли шуточки о том, что ее делают из туалетной бумаги? На самом деле, виной такого привкуса были пищевые добавки и разнообразные вкусовые имитаторы, которые в СССР делать научились, но с их качеством, видать, получилась промашка. Коль уж зашла речь о туалетной бумаге, вспомним, что этот продукт в СССР был в огромном дефиците. Наверное, в наше время, встретив на улице человека, увешанного нанизанными на бечевку рулонами туалетной бумаги, его сочли бы чудаком или душевно больным оригиналом. А советский гражданин непременно подошел бы к такому счастливчику, и с плохо скрываемой завистью и надеждой в голосе спросил бы, где брали. Но при упоминании советской сгущенки любая ирония неуместна. Если есть не согласные, попробуйте сварить нынешнее производное растительных жиров и неизвестно каких подсластителей до кустоты и цвета ирисок. Спешим сообщить, сэкономив при этом ваше время и средства. Ничего из этого эксперимента не получится. Дело в том, что советское сгущенное молоко было неимоверно вкусным и питательным по той простой причине, что при его производстве применялось настоящее коровье молоко почти с 9% жирности, в совокупности с 43% настоящего сахара. Мало кто знает, что до 1967 года рабочая неделя в СССР для всех была с одним выходным, а мамочки после рождения ребенка должны были выходить на работу уже через 3 месяца или через полгода. Конечно, существовала система ясли, куда отдавали деток, были даже ночные ясли и детские сады, ведь третья смена на производстве была нормой. И такой же нормой был отпуск в 15 календарных дней. Даже новогодние праздники длились один день. 2 января вся страна сонно с воодушевлением шла на работу. Я буду рад, как я рад более долгим новогодним праздникам, если ты подпишешься на канал, а также посмотришь 10 жестоких и редких единоборств и видео о классных способах, как повысить свою продуктивность. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!